Мэллоуину предлагали интим, причем в социальных сетях, а потом он сообщил в интервью украинскому обозревателю. Такие вещи он старается не запоминать. По его словам тех, кто так пишут, у них юношеский максимализм, нужно опускать их на землю. Причем подобное сообщение Мэллоуин отклоняет, не дочитав до конца. Так это, да и уже журналисты придумали сенсацию не нам решать, но в любом случае Мэллоуин очень достойно ответил на такой вопрос. Вполне тактично. И при всем при этом представитель Украины признался, что он холостяк, если не считать тот факт, что у него есть код. О личной жизни Мэллоуин старается не распространяться. Если у него появится вторая половинка, мы можем и не узнать. Говорит, что сокровенное надо хранить за семью замками. Также Мэллоуин признался, что когда-то на концерте сломал зуб, а микрофон. Напомню, следить за новостями мировидения не только интересно, но и выгодно. Кто-то из подписчиков получит 100 долларов. Удачи вам! По словам Мэллоуина, была у него звездная болезнь, но помогла команда. Были такие случаи, что лежит на диване и говорит друзьям, с которыми работают, отменяйте запись в студии, никуда я не поеду. Будут дальше езжать на диване. Но все это прошло. Сейчас представитель Украины значительно вырос. Не с первого раза сдалась ему эта величина. Отбор на европейдню он прошел только со второй попытки. Песня у Мэллоуина действительно толково, ярко, эмоционально запоминающаяся. Бросив свой пиджак кому-то из зрителей, либо на сцену поднимается по мосту, садится за рояль, играет на нем. После этого по мост загорается в самую кульминацию. И просто невероятная энергетическая атмосфера. Это супер. А как вам номер Мэллоуина? Порекомендуйте, что же поменять, либо улучшить. Обязательно пишите комментарии. Я же напомню, что Евровидение 2018 пройдет с 8 по 12 мая. Кто, на ваш взгляд, станет лучшим? Алексеев, Мэллоуин, Самойлова или кто-то другой? Пишите тоже комментарии. Впереди же свежие обзоры, интриги, расследования и разоблачения. Специально для вас.